Салют, братья! Ты на канале Некарате. Походный выпуск тебя ждет за спиной, перед лицом побережья Черного моря. И невзирая на всю эту красоту, я спешу с тобой поделиться своими впечатлениями от поединка Рамирос Джош Тейлор. Спешу тебя поздравить шестым абсолютным чемпионом, Undisputed Champion Джош Тейлор. 12 раундов с судейским решением, ну абсолютно оправданным, два нокдауна и, что говорить, бой Тейлор забрал от и до. Если не знаешь, где смотреть, заходи в мой телеграм-канал Некарате, там поединок уже выложен в хорошем качестве. Ждет твоего экспертного мнения. Смотри и делись комментарием. Короче, касательно боя. Чем хорош Тейлор? Тейлор хорош всем. Абсолютно всем. Ну нереально классный бокс показывает, начиная от защитных действий, к нему не придраться. Очень лаконичный блок, когда это надо. И от этого блока очень быстрый переход от защитных к атакующим действиям. Ни больше, ни меньше. Мастер выбрать момент, чтобы дистанцию разорвать, чтобы позицию изменить. Вот эти все закручивания, они все очень продуманные. Они от защиты к атаке, прям вот просто склейка великолепная. Маленечко на левую ногу встал, провалил на левую ногу и уже пошел вперед развивать. И вот она уже двойка выстрелила. Причем выстрелила все время в разной тональности. Каждый раз он менял темп. То, как под водой медленно закинет руку, вытянет правую, поддержит. То этой правой, как телом рапиры, воткнется и тут же левая выстреливает на скачке. Ну, все прям идеально делает так, чтобы не подстроиться ни в коем мире. И Рамирес не смог этого сделать. Там первые раунды, как он пер вперед хорошо, Рамирес был достаточно убедителен в своих действиях. Как только Тейлор под него подстроился, и Рамирес начал подстраиваться уже под Тейлора, чтобы вот догнать, поймать. Ну, все, рисунок боя Тейлор под себя подмял полностью. От и до контролировал каждую секунду. Не было сомнений, что Рамирес что-то может ему противопоставить. Ну, реально, полный контроль. И постоянно вот он утекает. То в одну сторону, то в другую утек, хоба, провалил и пошел. Вот так вот непосредственно в шестом раунде четко в бороду акцентировано. И в седьмом еще хлеще, что Рамирес Аш улетел. Хосе Карлос Рамирес, Мексико с непробиваемой башкой, улетел просто в космос. До соседнего угла. Дальше, что хочет делать Тейлор? Подыматься в весе и биться с Кроуфордом. Ну, мне кажется, вполне любопытно себе будет. И тут не сказать, что Кроуфорд прям явный будет фаворит. Очень классно действовал Тейлор. Ну, мастер защиты, мастер атаки с пушечным ударом. Здесь мощи хватает, тоннажа хватает, бензинчик, заряд. Ну, они такой темп с Рамиресом взяли. Вот как раз до 8-9 раунда они просто понеслась. Нереально плотные и размены. И принимал он, в голову он пропустил, наверное, удары три таких прям. Ничего даже не повело. Поэтому с Кроуфордом было бы оптимально и любопытно для зрителей вот этот поединок. Лопес просто улетит нафиг. Мелковат Лопес для этих парней. Это 100%. Тут мощь нереальная. Уничтожат Тейлора Лопеса вот так вот. Прям поверь мне. А вот как раз эстетика поединка с Терренсом Кроуфордом. Вот афроамериканец и британец, у них абсолютно две разные эстетики, абсолютно две разные тактические схемы движения. Ну, вот это было бы, да, занятно. Вот это я бы посмотрел. И я думаю, что тут тоже бы от этого не отказался зрелище. Ну, а так Джош Тейлора с победой. Абсолютный чемпион. Совершенно заслуженно. И сомнений в том, что этот Абсолютный побьет Лопеса, тоже никаких абсолютно нет. Вот пускай Лопес подымается, было бы тоже прикольно. Ну, а что, два Абсолюта встретились. Остался один. Согласен, я думаю. Братья, ну, за сим адьюс, а то надоест, боюсь. Хороших боев, интересных, так сказать, комментариев. А главное, помни, бокс не каратэ. Тут думать надо. А я тебе море сейчас немножечко включу. Субтитры сделал DimaTorzok